Поддаться, чтобы победить Алия – многократный призер московских и российских чемпионатов. В спорте 15 лет. Тренирует ребят, начиная с трехлетнего возраста. Преподает им физическую подготовку. Без нее ни зюдо, ни самбо не освоить. Детей постарше учат броскам и приемам самообороны, а также теории самбо. Дети Алии тоже пошли по маминым стопам. У старшего уже 20 побед, в том числе на всероссийских турнирах и желтый пояс под дзюдо. Мне нравится больше дзюдо, но самбо я тоже занимаюсь, но больше времени я уделяю дзюдо. А почему ты выбрала именно этот спортсмен? Ну, потому что занимается им папа, мама, ну и как бы некуда деваться, сказали заниматься. Теперь Игорь точно знает, что тоже станет тренером. Вместе с мамой он пришел и на мастер-час. Приемы боевого и спортивного самбо, эффектные броски. Все это демонстрировали мастера спорта под дзюдо и самбо. Они же – выпускники легендарной школы «Самбо-70». Каждой такой тренировке предшествует акробатическая разминка. Именно так готовят будущих чемпионов. Мы существуем уже три года. У нас своя команда. Мы работаем с детишками от пяти и выше. У нас четыре вида спорта. Самбо, дзюдо, ММА, бэллбокс. Мы работаем на благо нашего города в первую очередь. Мы хотим убрать детей с улиц. Это первое. Дать им воспитание правильное. Самбо детей лучше отдавать с девятья, а в дзюдо с семи лет. И то, и другое – виды единоборств. Одно из них – национальное, а другое – пришло из Японии. Несмотря на разное происхождение, оба учат самозащите без оружия и самообладанию в критических ситуациях.